Здравствуйте! В этом видео я вам расскажу как прибавить немного фпс в артхандер, а также уменьшить количество лагов и фризов. Смотрите видос внимательно и до конца, мне много полезной инфы. Если вы что-то не поняли, еще раз пересмотрите видео. Буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. А также не забывайте делиться этим роликом с вашими друзьями. Кстати пацаны, если вам нужно будет сделать превью, арт, оформление, монтаж, я знаю очень крутую команду, которая этим занимается. Превьюшки, которые на вашем экране я заказывал именно у них. Они есть как в ВК, так и инстаграм. Ссылки будут в описании. Они реально делают быстро, недорого и очень качественно. Это не реклама, это больше личная рекомендация от себя. Приятного просмотра. Первое что мы делаем, качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть папка оптимизация и два текста документа. Сначала откроем текстовый документ команда, копируем данную команду, нажимаем pkm на пуск, windows powershell администратор, нажимаем да, ctrl плюс v и enter, закрываем и закрываем. Теперь открываем steam, в левом верхнем углу нажимаем steam, настройки, библиотека и ставим галочку на упрощенный режим. Теперь нажимаем друзья и чат, шестеренка и отключаем анимированные аватары и анимированные рамки. Далее нажимаем pkm на warhunter, свойства, убираем галочку с overlay steam в игре, убираем галочку с игровой кинотеатр. Далее локальные файлы, обзор. Если у вас система 32 битная, то открывайте папку win32 и нас интересует приложение access. Если у вас система 64 бит, открываем win64. Здесь нас тоже интересует приложение access. Нажимаем pkm, свойства, совместимость, ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран, далее изменить параметры высокого dpi, ставим галочку на переопределить режим масштабирования, нажимаем ok, применить и ok. Далее закрываем папку, нажимаем пуск, пишем настройки, графики. Если у вас есть планирование графического процессора с аппаратным ускорением, тогда нажимаем включить. После всех манипуляций сделайте перезагрузку вашего пк. Далее нажимаем обзор, заходим в папку со стимом, steam apps, common, warthunder. Снова же, если у вас система 32 бит, открывайте win32, если 64, то win64. Нас интересует снова предложение access, нажимаем на него и добавить. Далее нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность, нажимаем сохранить и закрываем. Теперь открываем папку оптимизация. Здесь у нас находится 5 папок и процесс лассо. Сначала откроем настройки видеокарты. Если у вас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. Здесь у нас находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. Какие функции включить и какие функции отключить. Если у вас видеокарта от Nvidia, открываем Nvidia GeForce. Здесь у нас тоже находятся картинки с настройками драйвера для вашей видеокарты. То же самое, какие функции включить и какие функции отключить. если вдруг вам будет интересно настроить вашу видеокарту более подробно узнать за что отвечает та или иная функция у меня есть два видео на канале по настройке md radeon и по настройке nvidia geforce ссылка в описании и в закрепленном комментарии теперь открываем твики реестра здесь у нас находится 5 файлов реестра перед тем как их активировать делаем backup есть много вариантов как именно можно сделать backup самый простой нажимаете поиск пишем regi edit то есть редактор реестра нажимаем да далее файл экспорт выбирайте любую папку имя файла тоже любое нажимаем сохранить если что-то у вас пойдет не так просто нажимаете файл импорт и выбираете ваш файл реестра в общем более подробно я расписал в этих двух файлах либо же вообще делаем создание точки восстановления это будет еще проще наверное первые два файла реестра отключают xbox dvr нажимаем пкм слияние game dvr 2 пкм и слияние кстати эти два файла реестра могут неплохо бы установить fps далее отзывчивость системы по названию файла думаю так понятно что он делает нажимаем пкм слияние сетевой троттлинг индекс тоже нажимаем пкм слияние и системный приоритет тоже нажимаем пкм и слияние если вдруг у вас нет слияние нажимаете два раза лкм либо через enter да да и окей теперь открываем nvidia инспектор будьте внимательны потому что есть такие уникалы которые пытаются включить nvidia инспектор на видеокарте от м.д. потом мне пишут в инстаграме почему они работают видео инспектор в общем пацаны этой работы только для nvidia тут даже указано nvidia инспектор и плюс я написал для вас для м.д. radeon мод в общем открываем nvidia инспектор нажимаем дам старт профайл но сама суть настроек для м.д. такая же самая в принципе те же самые настройки анти-алийзинг текстуры находите и делаете как здесь в общем профайл ищем war thunder опускаемся вниз и находим анти-алийзинг здесь нас интересует анти-алийзинг супер сэмплинг мы выбираем replay mode all опускаемся вниз текстур фильтра текстур фильтры quality выбираем performance или high performance текстур фильтры lot bias dx и текстур фильтры lot bias от же эль мы ставим плюсовое значение то есть чем выше значение тем будет картинка мыльная но прибавить немного fps допустим поставить плюс 1.25 на dx и и на от же эль тоже ставим обязательно плюс 1.25 там уже можете сами поэкспериментировать какое значение вам подходит mbn экклюжен выбираем performance это уже более для таких средних и выше пк нажимаем apply changes и закрываем теперь открываем islc нажимаем pkm открыть троеточие выбираем любой диск создаем папку и нажимаем ok далее extract открываем нашу папку islc нажимаем pkm открыть да если у вас 8 гигабайт оперативной памяти то пишем здесь 4000 если у вас 16 гиг то 8000 то сделаем значение в два раза меньше допустим 10 гиг пишите 5 12 6 и так далее time resolution пишем 0.50 raid ms 500 нажимаем старт и заходим в игру для того чтобы отключить просто нажимаете стоп теперь открываем папку quick cpu здесь у нас есть две программки для 32-битных и для 64-битных в моем случае x64 нажимаем pkm установить next ставим галочку next next install да убираем галочку финиш теперь нажимаем pkm на процесс лассо открыть да окей принимаю далее установить нажимаем далее и готова плюс я вам рекомендую оптимизировать ваш windows с помощью программы win10 tweaker видео по настройке данной утилиты есть у меня на канале я там все подробно объяснил какие службы необходимо включить а какие отключить если будет интересно ссылка находится в описании и в закрепленном комментарии теперь нажимаем поиск пишем панель управления электропитания показать доп схемы ставим галочку на максимальная производительность открываем quick cpu да здесь нас интересует system powerplan если вы поставили галочку на максимальная производительность то выбираем максимальная производительность если же галочка стоит на высокая производительность то выбираем естественно высокая производительность все ставим на сто процентов нажимаем apply и просто закрываем данную программку теперь открываем мой компьютер компьютер свойства системы до параметры системы вкладка быстродействия параметры ставим галочку на обеспеченное лучшее быстродействие также сама ставим галочку на сглаживание неровности экранных шрифтов нажимаем применить и переходим на вкладку дополнительно виртуальная память изменить убираем галочку с автоматически выбирать объем файла подкачки диск c и ставим галочку на размер по выбору системы нажимаем задать и ok после всех манипуляций сделайте перезагрузку вашего пк теперь снова открываем мой компьютер локальный диск c пользователи ваше имя пользователя папка апдата local опускаемся в самый низ и находим папку темп выделяем все файлы нажимаем pkm и удалить далее нажимаем отмена закрываем и очищаем вашу корзину если вы играете с друзьями в дискорде кстати у меня есть сервер дискорде если у вас будет желание поиграть либо будет какой-то вопрос можете подключаться ссылка в описании нажимаем настройки пользователя внешний вид опускаемся в самый низ и убираем галочку с аппаратное ускорение нажимаем ok далее нажимаем pkm на пуск параметры игры в xbox game bar мы убираем галочку и все это отключаем клипах мы тоже все отключаем игровой режим оставляем включенным далее нажимаем главное конфиденциальность опускаемся немножко вниз находим камера если у вас есть веб-камера тогда оставляем включенным если же нет то отключаем микрофон скорее всего есть поэтому оставляем включенным голосовая активация отключаем уведомления отключаем сведения счетной записи отключаем контакты отключаем календарь по желанию телефонные звонки отключаем журнал вызов отключаем электронная почта отключаем задачи по желанию обмен сообщениями отключаем и радио тоже отключаем переходим на фоновые приложения здесь у нас есть два варианта отключаем все фоновые приложения либо же отключаем те фоновые приложения которые мы не используем такие как картана microsoft store xbox game bar ваш телефон запись голоса и так далее все это нам с вами необходимо отключить ну и последнее что нам необходимо сделать это обновить драйвера вашей видеокарты если у вас видеокарта от amd нажимаем пкм на рабочем столе настройки ради он переходим на вкладку обновления качайте последние драйвера выбираете экспресс установка и перезагружайте ваш пока если у вас видеокарта от nvidia открываем geforce experience драйверы проверить наличие обновлений если есть доступные драйвера мы их качаем то же самое выбираем экспресс установка и перезагружаем ваш пока если нет доступных драйверов мы просто нажимаем закрыть теперь открываем процесс лассо steam библиотека warhunter и нажимаем играть как оказались самой игре мы и сворачиваем открываем процесс лассо находим айкис . xd нажимаем пкм класс приоритета текущий и ставим высокий играйте пару дней и если у вас все отлично если у вас игра не вылетает нет синего экрана и так далее тогда выбираем всегда и ставим высокий то есть вы лочите высокий приоритет на всегда далее соответствие цп текущий и убеждаемся чтоб стали галочки на всех наших ядра если вдруг у вас отказала мышка или клавиатура тогда убираем галочку с ядро 0 плюс некоторым помогает отключить smt если у вас есть такая функция самой игре мы нажимаем настройки переходим на графика если вас пока супер слабый тогда все это мы отключаем и ставим на самое-самое низкое плюс разрешение экрана можете поставить 1280 на 720 картинка будет пиксельная но fps прибавится почти в полтора раза если вас пока средний и выше тогда разрешение ставим после отношения к вашему монитору если вас есть поддержка dls с то мы включаем антизотропная фильтрация ставим 16x потому что фпс она в принципе не кушает сглаживание вообще я рекомендую отключить но можете поставить fx и ss и мы не трогаем отключаем nvidia reflex тут уже по желанию я в принципе включаю качество текстура высокое качество теней минимальное разрешение рендера на максимум качество блоков на середину либо можно вообще убрать так же самое как и качество блоков на земле качество ландшафта оставляем на середине дальность деревьев тут нужно смотреть по вашей системе ясно ставлю чуть меньше середины плотность частиц примерно где-то середина можно даже чуть больше дальность травы Ставим примерно четверть SSAO. Комендую всем отключить, потому что кушает неплохо FPS. Тени от объектов, качество отражения я это вообще не трогаю, отключаю. Качество воды ставлю среднее, качество глобального освещения низкое. Качество физики можно поставить немножко выше середины. Качество деформации ландшафта примерно на единичку, либо двоечку. Деформация ландшафта высокая, следы от гусениц, тут тоже по желанию, я же отключаю. Тени оставляем включенные, тени от объектов обязательно отключаем. На эффектах то же самое. Улучшенный прибой, по желанию эффект, по желанию мягкие частицы. Я оставляю включенным, вы же по желанию дальний ландшафт, нет. Эффекты линз, по желанию полная визуализация, по желанию улучшенная растительность. Я ставлю нет, снимки нет, совместимость со старыми видеокартами. Тут я думаю так все понятно. Режим VR тоже отключаем. Ну и нажимаем применить. Далее нажимаем в бой и наслаждаемся высоким фпс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok